Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что меня слышно и видно хорошо. И сегодня мы с вами начинаем нашу очередную вебинарную неделю. Начинаем с вебинара, который давно ожидался. И сегодня, как я вижу, наша комната опять заполнена на 100%. Заранее прошу извинить тех, кто не сможет прийти на наш сегодняшний вебинар. Наша вебинарная комната ограничена количеством 200 мест. Те, кто уже вошел, имеют такую счастливую возможность сегодняшний вебинар послушать. Ну что ж, как всегда, чат уже ушел наверх, поэтому еще раз дублирую информацию. Дублирую информацию о нашем сайте. Это первая ссылка. По этой ссылке можно увидеть расписание наше на ближайшую неделю, а также интерактивное расписание до конца июня 2018 года и зарегистрироваться на любой из приведенных здесь вебинаров. По второй ссылке можно ознакомиться со всеми записями наших вебинаров, которые велись постоянно, все наши вебинары записывались. И там же в конце недели появится запись вот этого текущего нашего вебинара. Сейчас у нас там уже около 270 записей вебинаров, так что можете на свой вкус найти и использовать. Что еще? Значит, как всегда, анонсирую два следующих вебинара. Вот они. Два следующих вебинара проведу я. Один из них будет завтра. Оба вебинара будут посвящены учебному тексту. Один из них завтра и будет посвящен электронной типографике в учебном контенте. А второй будет проходить в четверг, 5-го числа, 5-го апреля. И будет называться «Работаем с новыми формами и структурами текста». Вот эти вебинары, они такие... Это парные вебинары. Его можно рассматривать как одно большое занятие. Приходите, будет интересно. Отвечаю на вопросы. Уже несколько раз тут видел по поводу сертификата. Включите вкладку «Вопросы» и увидите мой ответ по поводу того, что делать, если вам сертификат не приходил или не приходит. Собственно, с моим введением все. И я приглашаю в эфир нашего сегодняшнего спикера Татьяну Телегину с тем, чтобы провести сегодняшний вебинар. Добрый день. Добрый день, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте проверим по традиции нашу связь. Видно ли рабочий стол? Видно ли меня? Слышно ли? Хорошо ли слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Спасибо. Спасибо. Отлично. Значит, по поводу сертификатов. Да, тоже так внимательно следила за чатом. Было очень много вопросов по поводу пришло-не пришло. Коллеги, небольшое дополнение к тому, что сказал Павел Юрьевич. Во вкладке «Вопросы» есть подробный ответ от Павла Юрьевича. Да, расписано прямо пошагово. Я тоже посмотрела. Что делать, чего не делать для того, чтобы решить этот вопрос. Можете прямо это себе даже мой совет скопировать, потому что мало ли что, но информация пригодится. Можете утащить ее к себе. Для того, чтобы она всегда у вас была под рукой, даже если у вас все в порядке с сертификатами, на всякий случай сохраните ее себе. Во вкладке «Ресурсы» для тех, кто, может быть, не в курсе, папочка сверху, значок папки, презентация выложена, можно ее скачать с сегодняшнего вебинара. Тоже вытаскивайте к себе. Надеюсь, что она вам поможет и чем-то пригодится. Так, в вопросах... Да вы что? Нет, у меня все есть. Как ни странно, у меня все есть. Прямо вторым сообщением идет информация. Ну, я думаю, Павел Юрьевич сейчас этот вопрос у нас решит. Да, Надежда Николаевна, у меня тоже есть, да. Да, вот во вкладке «Вопросы». Там, где чат, у вас две вкладочки. «Общий чат» – это там, где мы находимся, и рядом написана «Вкладочка «Вопросы». Вот если перейти туда, то там как раз сообщение по поводу сертификата есть. Красным шрифтом наверху. Просто пустое поле. Павел Юрьевич, спасайте. Спасайте народ. Ну, ничего страшного. Не переживайте, коллеги, если тексты не нашли в нашей группе. Ну, вот Павел Юрьевич нам уже помогает, да, где можно найти информацию. И в нашей группе я эту информацию, в группе на Фейсбуке, я эту информацию тоже продублирую на всякий случай, чтобы можно было ее и оттуда взять. Ну, и на будущее, к следующему вебинару, наверное, я эту информацию, что делать по поводу сертификатов, потому что вижу, что достаточно часто этот вопрос возникает. Я просто делаю тогда отдельный слайд, вставлю его в конец презентации, и можно будет взять его там. Итак, коллеги, сегодня у нас с вами занятие по библиографическим описаниям и оформлению библиографических ссылок. Слово «основы» здесь, наверное, основное, простите за тавтологию. Будем знакомиться с самым-самым началом, с самыми основными моментами, которые связаны с составлением библиографических описаний и оформлением библиографических ссылок. Понятно, что вообще все вопросы, особенно все многообразие нюансов и сложных случаев в одном вебинаре мы просто охватить не сможем и не успеем. Ну, собственно, такую цель и не ставим на сегодня. Наша, вот сегодняшнюю свою основную задачу я вижу в том, чтобы разобрать основные какие-то моменты, может быть, некоторые нюансы, с которыми мои студенты сталкивались, для того, чтобы соблюдать нормы библиографического описания. Еще Умберта Эко, моя любимая фраза, очень красиво об этом сказал. Почему оформление списков источников, оформление ссылок в тексте работы, это, казалось бы, сложная, нудная работа, никому не нужная, но, тем не менее, она дает некое представление о личности человека, о личности автора, о том, насколько он соответствует и следует научному этикету. Вот, Михаил Павлович, да, знаменитая цитата, очень-очень хорошая, хорошо точно сказанная, поэтому это основной тезис, почему к оформлению библиографических списков, библиографических описаний и ссылок необходимо уделять внимание. Это то, что приходится объяснять студентам, ну и по секрету между нами, иногда некоторым из своих коллег, которые говорят, да и ладно. Во-первых, это соблюдение авторских прав, корректность цитирования. Кстати, при проверке на антиплагиат указание ссылок очень часто выручает студентов. Да, спасает их, одна из возможностей повысить степень оригинальности своего текста. Это корректное заимствование и на втором этапе, а когда проверяем работу на антиплагиат, это обычно два этапа проходит. Первый – это автоматический, когда система сама проверяет и выдает нам некий список и раскрашенный текст цветными маркерами. А вот второй этап, который мы обычно со студентами проходим. Мы берем работу и прям по результатам антиплагиата вручную ручками проходимся по тексту. Есть ссылка, нет ссылки, оформлено, не оформлено, потому что не всегда вот эти корректные заимствования в автоматической системе. Он просто показывает, где еще есть этот кусочек этого текста, откуда он был взят, в какой работе он появился. И поэтому второй этап имеет смысл сделать и пройти, потому что в работе могут стоять ссылки, и тогда это уже можно снимать галочку и относить к разряду корректного заимствования и корректного цитирования. То есть это в интересах самого студента. Автоматизированный поиск. Здесь все понятно, работа с электронным каталогом. Чем точнее мы ведем наше описание, тем больше полей мы задействуем при поиске, тем быстрее и лучше мы получим результат, более точную выборку. Ну и плюс умение читать библиографические описания, понимать какие-то основные моменты, ориентироваться в том, что здесь написано, помогает и нам осуществлять поиск и давать студентам корректное описание источников, которые им необходимо найти. Ну вот был у меня такой случай, когда студентка говорит, в РГБ не могу найти источников, из 10 только 4 нашла, а вот 6 никак. Начинаем проверять по списку, у меня закрад... Да, действительно, их в каталоге нет, но у меня закралось такое подозрение, что часть или практически все эти источники, которых мы не можем найти, это не книги, а скорее всего это статьи из либо главы указания на коллективные монографии, либо это статьи из сборников. И когда начали искать по сборникам, то эти статьи нашли. Просто поставили, не был поставлен дабл слэш, да, то есть изначально преподаватель дал список, ну не совсем корректный, скажем так, поэтому вот такие мелочи, казалось бы, они могут осложнить жизнь и нам, и студентам. И вот есть несколько нюансов, на которые стоит обращать внимание, когда мы работаем со списком источников, формируем список источников, и оформляем наши ссылки. Вот такая небольшая вступительная речь в защиту правильности оформления библиографических описаний. Ну и наш, естественно, это один из элементов информационно-поискового языка, на котором встроится и поисковый образ запроса, и поисковый образ документа, и чем лучше они совпадают, чем корректнее выполнено библиографическое описание, тем, естественно, лучше будет поиск. Так, Лариса Ивановна у нас пишет, прерывайтесь с топ-кадрами и пропусками. Коллеги, у кого-то есть еще задержки или все нормально? С вещанием, изображением? Ага, Лариса Ивановна, тогда просто, может быть, это у вас. Обычно это бывает либо, если с Wi-Fi, если с гаджета, там, со смартфона. У меня вот тоже со смартфона, когда выхожу на вебинар, такая история происходит. Ага, отлично, спасибо. Спасибо, а то я начинаю волноваться уже. Если посмотреть по ГОСТу и по самим, по структуре библиографических описаний, то там становится страшно, на самом деле, очень много всего. И когда подумаешь, что мнение библиографу вот это все надо знать, действительно становится страшно, особенно студентам, когда их просто преподаватели отсылают к ГОСТу. Иди, почитай ГОСТ, там все написано. Что нужно знать не библиографу для того, чтобы элементарно уметь прочитать описание и составить его грамотно. Структура, из чего состоит само библиографическое описание, то есть его составляющие. Здесь мы имеем дело с областями и элементами. Что такое обязательные факультативные элементы, какой полноты описания требуется и указано в требованиях к оформлению, в методичках обычно это должно быть прописано, когда мы пишем методические рекомендации по оформлению студенческих работ, особенно ВКР. По полноте описание у нас могут делиться на три вида – краткое, расширенное и полное. Чаще всего используется расширенное, хотя бы один факультативный элемент доприменяется. Но некоторые вузы попадались мне в методички, где требовалось краткое описание. Замечательно. Пусть будет краткое, но грамотно выполнено. И тип источника, с которым мы работаем, то есть что это у нас за источник? Это книга, это периодика, это электронный ресурс, это какой-то специфический носитель. То есть не просто взять, перекатать, как делают иногда студенты, к сожалению, из списка источников, из другой работы к себе. Хорошо бы еще понять, с каким источником-то работаем. Хорошо бы его вживую посмотреть, пощупать хотя бы в электронном виде. Вот это основные моменты, которые для не библиографа, а не важны. А сегодня мы будем говорить об элементарных вещах. Я сразу говорю, у нас вебинар для не... И трек идет библиографии для не библиографов, поэтому все очень просто. И самые-самые основы, чтобы в этом разобраться и это понять. Так, ну а теперь перехожу к запугиванию. Структура библиографического описания. Вот здесь я такую табличку небольшую сделала по областям и элементам. Все области и все элементы, которые могут использоваться и применяться в библиографическом описании. Вот область – это крупная структурная единица, в которой может быть одна или несколько однородных элементов, связанных между собой, или содержательно, или функционально. И к областям как раз библиографического описания понятия обязательности и факультативности не применяются. Область – она либо есть, либо ее нет. Это записано в правилах российской каталогизации, пункт 2.3. Вот прям так и написано. Понятие обязательности и факультативности применяется только к элементам описания. В состав каждой области могут входить как обязательные элементы, так и факультативные. Вот здесь они выделены курсивом. Факультативные элементы. То есть их можем и не включать в требования к оформлению библиографических описаний, списка источников. Их можно опускать, даже если они есть в самом источнике. Кстати, по поводу обязательных элементов, некоторые из них в требованиях, методических рекомендациях к письменным работам тоже опускают. Может быть, это и не совсем правильно, но опять же, есть еще один принцип. В тех же правилах российской каталогизации принцип лаконизма, я его называю принцип здорового лаконизма. То есть здесь мы можем не требовать от студента каких-то обязательных элементов. Если это будет записано в наших нормативных актах внутренних в виде требований к оформлению студенческой работы, это вполне допустимо. Конечно, если мы говорим о библиотечной каталогизации, то таких вольностей мы себе не позволяем. Но все-таки речь идет о студенческих работах. Если это студенты не библиографы, не библиотечных специальностей, то, конечно, можно идти на упрощение. Никита Вадимович. Ой, да. Да, надо же. А, минус один. Так, и элементы – это минимальная структурная единица. Вот они уже разделяются на обязательные факультативные. Но и области, и элементы должны приводиться в строго установленные последовательности. Вот здесь эта последовательность в таблице есть. То есть они должны идти ровно в том порядке, в котором они представлены. Вот, к сожалению, очень часто, особенно студенты в своих работах допускают такую кашу. Если с областями еще кое-как, то с элементами начинают путаться. Поэтому, если мы делаем методические рекомендации, методические требования для наших студентов, очень хорошо структуру прописывать. С теми элементами, которые обязательно должны быть в библиографическом описании. Область специфических сведений, вот эта третья область, при составлении описаний на книги, брошюры, она не используется. Ее опускаем. А вот для каких-то специфических, в основном, для каких-то специфических носителей, источников на специфических носителях. И то же самое относится к примечаниям. Чаще всего они используются для указания каких-то системных требований, условий доступа к электронным ресурсам. Вот там область примечания, она используется очень активно. По поводу области стандартного номера ИССН и ИСБН, ИСБН до 87-го года не ставился. Не присваивался, по-моему, до 87-го, если я не ошибаюсь. Да, 87-го, по-моему. Поэтому в старых изданиях его просто не будет. И вот эту последнюю область очень часто из требований к оформлению списков источников именно студенческих работ эту область можно опускать. И чаще всего ее опускают. Поэтому если мы берем краткое или расширенное описание, допускается эту область опустить. Все-таки это не печатное издание. Это не книга, это не монография. И поэтому можно остановиться на области физической характеристики. Вот чаще всего обязательными такими элементами, опять же, посмотрев методические рекомендации разных вузов, своих в том числе, вот то, что всегда и везде присутствует. Это область заглавия. Те элементы, которые входят в эту область заглавия, и чаще всего спрашиваются. И возьми четыре области обязательно. Плюс область примечаний для электронных ресурсов. Как пятую ее сюда можно дописать после области физической характеристики. С пометочкой, что это для электронных ресурсов. И знаки, предписанные пунктуацией. Со знаками здесь более-менее тоже понятно. По УДК у нас такая же табличка была на прошлом вебинаре. Вот точка и тире – это тот знак, который отделяет области между собой. Одну область от другой. А внутри уже используются все остальные знаки между элементами этих областей. И такой краткий справочник по знакам, по областям. Краткую справку я здесь вам привожу. И по знакам предписанной пунктуации. Они должны отличаться, они совпадают очень часто со знаками грамматической пунктуации. Вот наши точки, двоеточие, запятые и прочее. Простите, в рифмах случилось. Для того, чтобы их отделить от грамматических знаков, договорились знаки предписанной пунктуации с двух сторон отделять пробелами. Вот это тоже тот момент, на который стоит акцентировать внимание студентов. Очень часто они забывают это делать, что знаки-то похожи, но в одном случае они играют грамматическую роль, в другом случае они играют роль библиографического знака. И чтобы он стал библиографическим знаком, его нужно с двух сторон отделить пробелами. Исключение составляет знак точка тире. Он читается как один знак, но пробелами отделяется только тире. Точка не отрывается от предыдущего текста. И если у нас тоже частая ошибка, которую встречаю у студентов, постоянно приходится исправлять, да и коллеги иногда этим грешат. А точка грамматическая и точка предписанной пунктуации, если они совпадают, то они совпадают полностью. Они сливаются в одну-две точки и не ставим. Ну вот пример здесь есть. Например, в области издания ставим точку, которая означает сокращение слова изд, и после у нас должен идти знак точка тире. Вот в этом случае точки сливаются, и мы просто ставим одну точку и знак тире, отделенный пробелами с двух сторон. Ну вот вопрос. А если у нас стоят другие знаки? Если у нас в заглавии, например, идет знак вопроса или восклицательный знак, ставится ли после него точка или нет? Нет, или мы также можем, как вот в примере второе изд, поставить только тире с двумя пробелами? Вот такой вопрос. Ставим ли мы точку тире, или мы ставим просто тире, отделенное пробелами? Если у нас есть какой-то еще грамматический знак. Ну вот, например, ставится, да, Татьяна Андреевна, абсолютно верно, точка, точка ставится. Ставится точка, и все знаки предписанной пунктуации ставятся ровно так, как и должны. Ну вот пример. Титульный лист, заглавие заканчивается вопросительным знаком, дальше у нас идет, здесь, знак, касая черта, сведения об ответственности, отделяется пробелами, знаки ставятся, если не точка, то знаки ставятся, как обычно. Часто происходит путаница с двоетучьем. Заглавие – это одна из таких больных тем. Заглавия могут быть простые, могут быть сложные. В данном случае у нас есть сложное заглавие. Здесь оно состоит из нескольких фраз, и в записи мы приводим их ровно в той последовательности, как это дано в книге, причем с теми же знаками и припинами. Вот здесь у нас стоит в заглавии двоеточие и вопросительный знак. Вот в этом случае, посмотрите, двоеточие не отделено пробелом. Оно так на титульном листе, это грамматическое двоеточие. Соответственно, мы его в своем описании ровно так и указали. И вторая часть, что нового, заканчивающаяся вопросительным знаком, она идет после этого двоеточия. Смотрите, что произойдет, если мы двоеточие отделим пробелами. И что у нас получится? У нас получится, что часть заглавия будет относиться к сведениям об ответственности. Так вот, сложное заглавие, мы этого не делаем. Мы этого не делаем, мы его не выносим в сведения об ответственности, это одно. Это одно заглавие. А если бы представим себе, что у нас, например, это учебное пособие, то как бы мы прочитали эту запись? Вот смотрите, вот это вот, то, что зеленым цветом выделено, это заглавие, это название книги, а учебное пособие – это уже сведение, относящееся к заглавию, объясняющее нам, что за источник мы имеем перед собой. И вот здесь уже красным выделено и отделено пробелами, вот этот знак – это уже знак предписанной пунктуации. Зеленым – это знаки грамматические, они относятся к заглавию, а учебное пособие – это уже сведения об ответственности. Вот на это имеет смысл обращать внимание и не отделять пробелами двоеточия там, где этого не следует делать, что, к сожалению, иногда все-таки происходит. Заглавие, заключенное в кавычки, мы приводим без кавычек в записи. Но есть исключения, когда кавычки сохраняются. Есть ли имя обозначена цитата, которая стала заглавием произведения? «Утоли мои печали», «Всяк сущий в ней язык». Да, вот тогда мы эту цитату, так как она на титульном листе и на обложке является цитатой, выделена кавычками, то мы кавычки сохраняем. Также кавычки сохраняются, если в заглавии используется номинование организации. В этом случае, да, кавычки сохраняются. И многоточие. Иногда в заглавиях используется многоточие. И если оно грамматическое, то после него точку мы не ставим. То же самое касается, кстати, и остальных областей. Да, Наталья Александровна, совершенно верно. О, ромашка. 30 лет на рынке. Многоточие. Если грамматическое, то точка не ставится. Ну, например, цитата. Да, вот та же «Всяк сущий в ней язык» и после идет многоточие. Оно не отделяется пробелами от текста и точка не ставится. Если дальше следует какая-то новая область. Ставится только тире, отделенное пробелами. А вот если многоточие – это знак предписанной пунктуации, например, сокращение названия, то оно отделяется пробелами и точка тире ставится, как обычно. Сейчас попробую найти. Нет, наверное, мы его не найдем. Ну, например, «Жизнь и приключения» Робинзона Круза, «Моряка из Йорка», там на две или на три строчки идет название. Название сокращаем, допускается сокращение названия в заглавии. Обычно не допускается, но если это не наносит ущерб для идентификации документа и не меняет его смысл, суть, то это можно делать, да, ну, в разумных пределах, конечно. Если название слишком длинное, или есть статья на немецком языке по химии, 45 слов названия, конечно, она будет сокращаться. Вот в этом случае ставится многоточие, отделяемое с двух сторон пробелами. Это уже как знак предписанной пунктуации. И вот в этом случае после второго пробела мы ставим точку, тире, либо тот знак, который должен следовать. И вот это вот тоже важный момент, который следует помнить. Особенно, когда мы делаем описание на диссертации, мы же сокращаем дисс, пробел многоточие, пробел кандидата, педнаук и так далее. Это сокращение названия. Сокращаем, пропускаем часть текста, но это уже не грамматически, это знак предписанной пунктуации. По, еще к области заглавия. А, по сложному заглавию еще один момент хочу вам сказать. Значит, если сложная заглавие состоит из нескольких фраз, они в записи приводятся в той последовательности, как и в книге, и с теми же знаками припинания, вот как в предыдущем примере мы с вами посмотрели. Но если между ними нет никаких знаков припинания, то здесь допускается ставить точку. При отсутствии между фразами знаков припинания их разделяют друг от друга точкой. И это говорит о том, что это одно название. Если мы доделаем описание на сборник конференции, симпозиума, семинары и так далее, и у этого сборника отсутствует свое собственное название, просто сборник трудов, там, пятой международной конференции из ГТУ, то в качестве заглавия можно использовать и используется название самой конференции. То есть вот это название конференции, у меня же есть какое-то название, вот это пятая международная конференция по вопросам. Вот оно и выносится в заглавие. Еще по области заглавия. Вопрос, который часто возникает. Нужно ли за косой чертой еще раз указывать автора? Если у нас два, три, четыре и более авторов, то да, мы же указываем обязательно в сведениях об ответственности. А если автор один допускается по ГОСТу опускать, если у нас автор один, опускать указания автора в сведениях об ответственности, если нет разночтений в источнике информации, то есть и на обложке, и на титульном листе, на обороте титульного листа, он указан одинаково, он один, поэтому в сведениях об ответственности мы эту информацию можем пропускать. Нужно ли... А вот если отличается, например, на титульном листе у нас было бы написано не Б.А. Успенский, а там Борис Успенский или Бронислав Успенский, да, а на обороте титульного листа Успенский Б.А. или Б.А. Успенский, да, то тогда, да, соответственно, нам это нужно указать в сведениях об ответственности, да, что вот есть разночтениям. Лилия Валентиновна, про пункт, сейчас точно вам про ГОСТ, про пункт ГОСТа точно не скажу, про правила российской каталогизации, там это точно есть, это в первой части, по-моему, пункт 2.3.2, это относится к сложному заглавию, да, и во втором разделе, пункты 2, с точками, вот там есть про... про оформление заглавия, вот в разделе заглавия. Сейчас я вам попробую даже сказать, где это может быть, если про... да, раздел 1, глава... вот в разделе 1, глава 4, и дальше, сейчас скажу, это в правилах российской каталогизации, и сейчас скажу, раздел 2, глава 10, да, и раздел 4 можно посмотреть, правила формирования заголовка. Марк автоматически дает продолжение заглавия через двое тучи. Угу. Нет, не куда-то пропали, это, это что-то у нас подвисло. Ну, слава богу, места еще были, удалось вернуться. Так, коллеги, не помню, на каком... на каком месте меня выкинуло, да, про... Лилия Валентиновна, про авторов... точно пункт, я вам сейчас не назову в гости, 2003, это в разделе, касающемся заголовков, заглаве и заголовков, и в правилах российской каталогизации, это тоже по правилам оформления заголовков, там, не помню, у меня... Я про это сейчас говорила, услышали или нет. Евгения Юрьевна, Марк автоматически дает продолжение заглавия через двое тучи, через составление описания из истории... Да, как продолжение... Да, может быть, может быть, автоматически выдавать, как... Если грамматически вторая часть сложного заголовка, сложного заглавия не связана с первой частью, да, фраза не связана между собой, то допускает, то они выносятся в сведения об ответственности, тогда ставится двоеточие, и вот единственные случаи, когда после этого двоеточия мы пишем с большой буквы, да, вот этот второй заголовок, он пишется с большой буквы. И если у нас после этого еще идет обозначение, что это учебное пособие, учебник, монография и так далее, тогда еще раз ставим этот знак, то есть сколько нужно, столько ставим. В этом случае, да, вот, скорее всего, в автоматизированной системе вот это вот... принято вот это вот правило. Светлана Сергеевна, Москва пишется полностью, раньше приводилась буква М, да, Москва пишется полностью, кстати, в ГОСТе 2003 тоже есть в разделе про название городов, да, место, место и здания. Москва пишется, Москва, Санкт-Петербург, все-таки больше принято сейчас писать полностью, хотя вариант сокращения допустим, но здесь следует соблюдать принцип единообразия, то есть не должно быть такого, что в части описания Москва полностью, в части описания М, где-то СПБ, но только два города допускают сокращать, Москва и Санкт-Петербург, хотя, опять же, и тот, и другой вариант допустимы, и в описаниях, при составлении описания, кстати, таких допусков очень много, но если мы разрабатываем требования для студентов, особенно не библиографов, лучше выбрать одно какое-то правило. Я студентам все-таки рекомендовала, так как пошла такая тенденция к полному написанию места здания, все-таки писать полностью, для того, чтобы их не путать. Они начинают путаться, они начинают в одном списке писать то М, то Москва, вот они увидели в одном источнике так, в другом этак, и они, ну они же смотрят оборот титульного листа, и они начинают писать, кто во что гораст. Лучше принять одно какое-то правило, если уж сокращаем, то сокращаем, если не сокращаем, то не сокращаем, лучше, лучше. Да, Светлана Борисовна сокращает Москва, только Москва и Санкт-Петербург, но, вот опять же, как вы примете эти требования для студентов? Лучше, чтобы это было одно правило, потому что как только появляются допуски, начинается разброд, шатание, они начинают все, что угодно. Нет, Нижний Новгород полностью, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. Да, да, все, 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 все пишется полностью. Да, Евгения Юрьевна, российские правила каталогизации, это только первая часть. Вторая часть, она в онлайн формате, вот там же мне почему-то не удалось ее открыть, не знаю почему не открывается, может быть ее там и нет, но вторая часть российских правил каталогизации, она как раз посвящена описанию источников и нюансам описания источников на специфических носителях, звукозапись, видеозапись, кинофильмы, изоматериалы, ноты и так далее. Если кому-то нужно, вы в чате пометите хотя бы слово «да» напишите, я вам этот файлик, он в PDF формате, я его вам просто в общие ресурсы тогда в конце добавлю, чтобы у вас была вторая часть правила российской каталогизации. После Елены Витальевны, насколько важна запятая после фамилии, по ГОСТу она должна быть, и не такое уж это большое требование и страшное правило, пусть указывают, пусть указывают, пусть привыкают указывать. Да, по новым требованиям – да. И, нет, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону полностью пишем. Полностью пишем. Сокращается только Москва и Санкт-Петербург. И то, и то… Ага, спасибо. Так, увидела «да». Значит, ресурс я вам в конце этот скину. Ольга Анатольевна, да, видеозаписи вебинара будет. Так, ну, раз уж пошли по вопросам, то пройдемся. Общее обозначение материала. Сейчас Оксана Валерьевна, мы до него доберемся. Имя, отчество полностью пишется. Елена Викторовна, где? В заголовке вот здесь в начале нет инициалы. В конце, если указано, например, на титульном листе или на обложке написано «Борис Успенский», то мы указываем так, как было написано на обложке. После фамилии запятая обязательно. Опять же, в библиографическом описании. Да, ну и вот мы этот посмотрели. Про общее обозначение открывается, да? О, спасибо, Евгения Юрьевна, нам помогла и ссылочку на ресурс, на ресурс важный, полезный скинула. Вторая часть описаний отлично, что открывается. На всякий случай, PDF-файл я вам все-таки тоже подгружу, чтобы он у вас был. По общему обозначению материалов. Да, это факультативный элемент. Чаще всего, ну вот в данном случае он у нас указан вот здесь, да, красным шерифтом. Используется в тех случаях, когда из имеющихся элементов библиографической записи характеристика физического носителя документа явно не видна. Указывается в квадратных скупках сразу после заглавия отделяется пробелами. Никаких знаков не ставится дополнительно. Да, вот просто пробел до, пробел после, а дальше у нас пошло сведения, относящиеся к заглавию. И вот здесь вот посмотрите, в примере у нас сведения, относящиеся к заглавию, взятые в квадратные скупки. То есть это то, что мы в квадратные скупки мы берем то, чего в источнике не было, но необходимо дополнить, что это электронный курс. Это не просто электронный ресурс, это курс дистанционного обучения. Просто автор посчитал это необходимым добавить, и мы это включили в сведения, относящиеся к заглавию. Элемент общего обозначения материала, их достаточно много здесь, на все случаи жизни чаще всего используется либо текст, либо электронный ресурс. Когда они ставятся, когда они добавляются? Вот для текстовых... Да, определено самостоятельно. Совершенно верно, Оксана Валерьевна. Евгения Юрьевна, слово «текст» можно не добавлять, спрашивает Евгения Юрьевна. Да, можно не добавлять в том случае, если это основной... Если мы говорим о списке источников, списке использованной литературы, к тем же курсовым или дипломным работам ВКР, да, и если основной массив информации – это текстовые носители, тогда мы его можем опускать. Он как факультативный элемент, его можно не добавлять. Но для описания электронных ресурсов в тех же правилах российской каталогизации, да, написано «элемент является обязательным». Для электронных ресурсов, да, мы его обязательно добавляем. Плюс, если это какой-то специфический носитель из-за материал, карты, там, звукозапись, ноты и так далее, тогда да, вот тогда мы это добавляем. Но если... Такого мне, правда, не попадало и в студенческих работах, но если вдруг основной массив – это электронные ресурсы, тогда текст придется тоже добавлять, слово «текст». Но в студенческих работах это вряд ли встретится, потому что есть требования по количеству источников и по количеству, по типам, по жанрам, по видам, сколько чего должно быть, в какой пропорции. Поэтому там слово «текст» да, можно будет опустить, а вот электронные ресурсы – нет. Это обязательно добавляется. Причем пишутся не электронные документы, сокращения не допускаются, пишутся электронные ресурсы. Область издания. Еще одна область, еще один обязательный. Хорошо бы, что он был обязательный в кавычках, конечно, элемент. Если были переиздания, если были повторные издания, и особенно если были какие-то исправления, дополнения, вот эту часть не пропускать, вот эту область не игнорировать. В зависимости, есть, по-моему, грамматика русского языка, мне попалось, аж 25 изданий, начиная там с 60-х годов. И понятно, что если мы пользуемся 23-м изданием, оно может и, скорее всего, будет сильно отличаться от 1-го, 2-го, 5-го и даже 15-го. И, соответственно, это может повлиять пропуск этой области, этих элементов, которые мы сюда должны записать. Это может повлиять и на корректность цитирования, и на ту же проверку на антиплагиате. Вы указали, что на 44-й странице, ссылаетесь на какую-то таблицу, открываем, а ее там нет. А на этой странице совсем другая глава. И поэтому я студентам всегда говорю, если у вас написано 2-е издание, 3-е издание, 25-е издание, не поленитесь, напишите, по какому варианту этой книги, откуда вы взяли этот материал, откуда вы взяли эту таблицу, классификацию или цитату, откуда это заимствование. Причем порядок указывается ровно так, как он указан на титульном листе. Если написано 2-е издание, ровно так и пишем. Да, сокращения допускаются. Если это написано 2-е, дополненное и переработанное, так и пишем. Издание 2-е, дополненное, переработанное и так далее. Фоксимильные, репринтные издания. Все вот эти характеристики, они приводятся в области издания. И вот эту часть лучше не игнорировать. То, что студенты очень часто, кстати, пропускают. Это вот прям больной вопрос, больная тема, но они это, к сожалению, делают. Из области выходных данных. Про место издания мы уже с вами говорили. Не сокращается. Пишем полностью. И если у нас несколько мест издания, то указываем, например, 2, как здесь во втором примере, то указываем оба и через точку запятой. Точка запятой отделяется, отделяем знаками. Пробелами. Независимо от того, какие знаки стоят на титульном листе, а там часто ставят тире, например, между изданиями, ставим точку запятой. Если 3 и больше места издания, то в описании, во-первых, 2 варианта. Можно дать их перечисление также через точку запятой. Или так же, как мы поступаем с авторами, когда их много, пишем первые из перечисленных и в квадратных скобках, отделяя пробелами, ставим и дыре. Опять же, вот два варианта. Какой из них выбрать? Выберите тот, который проще, и его дайте студентам. Пусть они уж пишут одно место издания, и в скобочках, и дыре, и не мучаются с этим вопросом. Потому что место издания может быть и 4, и 5, и 6. Не будут они вам сидеть писать это все. Конечно, легче и дыре. Опять же, принцип здорового лаконизма. Если место издания неизвестно, не указано на титульном листе, ищем по другим элементам документа. Если это установить невозможно, то тогда уж тогда в описании пишется в квадратных скобках БМ с точками сокращения без места. Да, ну такой знакомый и известный знак. Всем до боли. Тогда пишем, что без места. Ну, насколько это хорошо для курсовой работы может быть? Или... Да, здесь я вам в кавычках, конечно, пишем без кавычек. Сейчас я вам эти кавычки уберу, потому что сама брала из цитаты. Из текста пишем, конечно, вот так. БМ без кавычек. Естественно. И... Насколько, опять же, допустимо использовать источники без места издания, ну, это... В каких-то исторических, может быть, работах, да. Ну, а так, конечно, лучше бы его найти по другим элементам документа. Наименование... На тот город издательства, год издания, который соответствует цитируемой книге. Да, Евгения Юрьевна, можно по... Во-первых, найти эту информацию по остальным элементам документа, да. Полистать... Вот почему хорошо его брать в руки. Полистать тогда многое находится. Хотя бы есть сведения о типографии, где это было издано. В крайнем случае, уж там можно будет найти, где оно издавалось. По наименованию издательства. Это обязательный элемент. От издания... От места издания отделяется двоеточием, также с пробелами. Приводится в краткой форме, без кавычек. Если таковые, конечно, не входят в само название издания. Несколько лет... Да, если про год издания, конечно, лучше приводить последний год издания. Так вот, про издательство. В краткой форме, без кавычек, если только таковые не входят в само название издательств. Вот как здесь, например, советский спорт. Слово издательство можно опускать, если оно не входит в состав издательства. Ну, например, наука, мир, советский спорт, политиздат, издательство политической литературы и так далее. Вот здесь это можно опускать. Но если это идёт, например, издательство, там, Сретенского монастыря, да, а это не, в общем-то, основной, не основной вид их деятельности, то слово издательство оставляет. Название издательства сокращается. Опять же, можно сокращать, но в соответствии с общепринятыми сокращениями. Есть ГОСТ по сокращениям. В одном из вебинаров мы, по-моему, про него говорили, даже ссылку на него давали, можно будет посмотреть, оттуда его взять, ну и, в крайнем случае, погуглить. Если в название издательства входят сведения о форме собственности, АО, ЗАО, ООО, то их также опускаем, то есть оставляем только название. Если у нас два издательства, то также через двоеточие приводим наименование обоих издательств. При отсутствии сведений об издательстве в документе приводим БИ, без издательства. Год издания – обязательный элемент. Вот его точно надо найти по всему документу, потому что для него такой замены, как для места издания или издательства, нет. БГ мы не ставим. Ну, вообще, очень хороший источник может получиться. Кстати, если такое попадается в работе, это уже первый вопрос к студенту. Что за источник он использовал? Без места, без издательства, без года? Насколько такой источник обладает научной достоверностью и полнотой? Если еще и без автора, и без названия, ну, вообще, прекрасно и шикарно. Без года не ставится обозначение. То, что было раньше разрешено, сейчас вот это вот разрешение нет. Год издания установить нужно. Если это невозможно, то хотя бы предполагаемая дата издания, которую, опять же, из текста документа выискиваем. Первый вариант, только, Виталий. Выискиваем первый вариант. Выискиваем год издания по всему документу. Ну, либо вот смотрим сведения о типографии. Где, когда это было издано. Хотя бы это берем. По аналитическим описаниям. Не забываем про двойную косую черту. Дабл слэш. Вот очень часто ставят либо одну, либо вообще пишут, не указывая, что это сборник. Да, и тогда мы начинаем искать данную статью как полноценную книгу в каталоге. А в каталоге роспись статей ведется не всегда и не всеми. И в результате мы источник не находим, хотя он есть. Поэтому про дабл слэш не забываем. Двойную косую черту. По аналитическим описаниям для периодических изданий и статей и сборников практически то же самое действует, как те же самые правила, как и для описания книг. Сначала автор, потом название, потом за косой чертой повторяем автора с инверсией. Да, за косой чертой, кстати, инверсия инициалов происходит. Они перебегают на первое место. А вот затем мы ставим, то есть мы описываем саму составляющую часть, составную часть документа. Нет, нет. Двойной слэш ставится перед названием источника. Откуда мы это взяли? Это книга, это сборник, это название журнала. Чаще всего мы в студенческих работах как раз имеем дело со статьями из сборников либо из изданий периодической печати. Поэтому после даблслэш мы ставим название источника, откуда это взято. Вот здесь у нас сборник конференции. Название есть, мы его записываем. Затем двоеточие, сведения об ответственности пишем. Что это за материал, что это материалы конференции. И затем, да, двойной слэш для аналитических описаний. То же самое действует, если мы, например, даем аналитическое описание для главы из какой-то книги. Особенно если это монография, там много авторов, а нам надо, чтобы студент прочитал только одну статью или одну главу, или один параграф конкретного автора, который вот есть в этой книге. Чтобы он не читал все 680 страниц, они и не будут этого делать. Это и не нужно. В данном случае мы указываем также название, фамилии инициалы автора, название этой главы, а дальше за двойной косой чертой мы указываем сам источник, откуда это взято. И если мы начинаем искать эту статью, то мы сначала смотрим. Вот при поиске мы идем от... Здесь мы идем от частного к общему, от маленького кусочка к всему источнику. А когда мы начинаем искать саму статью, мы идем наоборот. От общего к частному, от источника к статье. То есть сначала мы найдем вот этот сборник материалов международной практической конференции, а уже внутри страницы у нас есть, где расположена статья. По содержанию мы находим нужную нам статью, нужного нам автора. Вот это важный момент. После дабл-слэш мы как раз пишем название источника. Галина Ивановна спрашивает, можно ли сократить материал международной практической конференции? Можно сократить в соответствии с правилами сокращения по тому же ГОСТу. Междунар, науч, практи, конф можно сокращать. Материалы лучше не сокращать. Вот сборник трудов или сборник сокращаются. Труды слова, одно слово не сокращается. Ну так же, как учебное пособие, учеба пособия мы можем сократить, а учебник, если одно слово, то мы его не сокращаем. Здесь то же самое правило действует. На усмотрение можно ли сокращать, на усмотрение или писать полностью? Да, это должно быть также отражено в методических требованиях или в методических рекомендациях по оформлению. Если мы говорим о студенческих работах, то вот как вы примите? Принимаете ли вы, что здесь допускаются сокращения в сведениях, относящихся к заглавию, ведь это сведения, относящиеся к заглавию, тогда это должно быть прописано в требованиях. Тогда везде мы даем образец, как сокращать название, и вперед из песни. Либо мы пишем, что все названия пишем полностью. В двух вузах, в одном, в методических рекомендациях, было написано про сокращение, в другом у студентов, наоборот, требование писать полностью. Ну, может быть, это и правильно, потому что сокращениями там очень постоянные истории происходили. Сокращение неправильно, несмотря на наличие ГОСТов. Ну, понятно, оформление это делаем в самую последнюю минуту. Кстати, качество улучшилось описаний в списке источников, а количество ошибок уменьшилось. Хотя, вроде бы, писать стало больше, но количество ошибок стали допускать гораздо меньше. Поэтому здесь как вы примите? Какое решение вы примите? Александра Григорьевна слышит сведения о статье от источника, в котором он опубликован. Да, совершенно верно. Первая часть – это то, что относится к статье, а вторая часть – это то, что относится к самому источнику. ГОСТ по сокращениям игнорировать не надо. Это, если вы принимаете решение сокращать или не сокращать, и это прописано у вас в ваших методических рекомендациях. Кто принимает решение, Галина Ивановна, это зависит от конкретного вуза. Где-то кафедрам разрешено писать свои методические рекомендации, где-то это делается на общевузовском уровне, и единые правила, в общем-то, это, наверное, и правильно, пишутся библиотекарями, библиографами. И эти правила действуют единые для всех факультетов, для всех направлений подготовки, для всех кафедр. Мне приходилось сталкиваться по-разному. Были случаи, когда кафедра сама принимала решение, сокращаем или не сокращаем. Но, наверное, это приводит все-таки к некому разнообразию. Самое главное, что, чтобы какое решение мы не приняли, будем сокращать или нет, чтобы это было… Вот это все соответствовало ГОСТу и сокращениями, и без сокращения. Повторять фамилию, имя автора то же самое, как для описания книг с одним автором. Перед двойным слэшем не обязательно, если не отличается от того, что представлено в источнике, а это часто бывает, особенно в электронных ресурсах, в электронных статьях, то можно опускать. Но, опять же, я вот привожу здесь описание с указанием автора за косой чертой. Это соответствует методическим требованиям того вуза, где у меня недавно студенты защищали курсовую. Там в обязательном порядке написано, что, опять же, чтобы не путать студентов, надо, не надо, указывать, не указывать, а не указывают. Даже если полностью совпадает, указываем. Это соответствует как раз внутреннему локальному документу. Место. И немножко по законодательным актам. Есть ли место проведения конференции на титульном листе указано без скобок? А, вы имеете в виду вот здесь. Значит, так и указываем, как указано здесь. Все берем с титульного листа. по основным, по нормативным документам. Значит, где описание статьи из сборника сведений об ответственности. Если есть редактор, тогда, да, тогда указываем. Если есть какие-то сведения, относящиеся к сведениям об ответственности, они есть на титульном листе, они указаны в источнике, тогда их указываем. Если это сборник одного автора и нет различия между написанием автора на титульном листе, на обложке, на обороте титульного листа, тогда можно опускать, сразу ставим место издания или сведения об издании, место издания и дальше пошли к выходным данным. Значит, по нормативным, да, да, Светлана Петровна, да, после фамилии автора. По нормативным актам, да, и законодательным. По федеральным законам. Опять же, описывать можно по-различному, под заголовком, под заглавием. Лучше для студентов рекомендации писать под заглавием. Во-первых, это проще. Опять же, для них это проще. Название закона, затем, если есть обозначение, но здесь у нас есть обозначение, что это электронный ресурс, кстати, с ошибкой до буквы пропущено в слове ресурс. И в сведениях об относящихся к заглавию дается пояснение, что это федеральный закон, от какого числа, и вот все, что написано на титульном листе, да, вот оно сюда переносится. Номер, ФЗ, дата принятия, и дальше опять вот идет дабл-слэш, указание на источник, откуда это взято. Но так как это у нас еще электронный ресурс, то вот в примечаниях у нас идет режим доступа и адресная строка гиперссылкой. Был у нас вопрос на прошлом семинаре, а есть ли что-то, законодательный акт, утвержденный, приказ, там у нас, по-моему, про приказ что-то спрашивали, или про дату обращения, это для ссылки. В списке источников можно не указывать, не указывается дата обращения. А вот для ссылки, да, обязательно. По утверждениям, да, ну вот разные, кстати, варианты у меня были образцов оформления библиографических описаний на нормативные, законодательные акты, там были даже, по-моему, пресс-куранты какие-то совершенно такие локальные акты нормативные. Если ссылка, то да. Если это список источников, то можно и опускать. Ну вот некоторые типичные такие примеры, образцы описания законодательных нормативных актов я здесь привожу. Сведения, инструкции, это сериальное издание, да, вот указано. название серии. Про утверждения. Был у нас вопрос на прошлом вебинаре, по-моему, про приказ, если он утвержден, то как это записывать? Сведения, относящиеся к заглавию. Вот здесь правило утвержден, и когда введен в действии, если есть дата утверждения, то ее указываем здесь. И вот второй пример, это устав университета, да, опять же, сведения, относящиеся к заглавию, утвержден постановлением от, вот это все списывается с самого документа, приводится ровно в том порядке, как это приведено в самом документе. Вот они, сведения об утверждении, куда их можно приводить, вот сюда их не приводим. Сведения об утверждении, включающие наименование организации обязательно должно быть, которое утвердил документ, дата утверждения, и вот они приводятся в форме, которая приведена в источнике информации. Цифровое или буквенное обозначение, которое присуще нормативным материалом, если есть какие-то регистрационные номера, год утверждения, номинования организации, какие-то индексы, то они приводятся в качестве также сведений, относящихся к заглавию, и с теми знаками, которые имеются в этих обозначениях на самом документе, в самом документе, они переносятся в запись без изменений. Да, да, Леонид Николаевич, о библиографических описаниях. В описании дата обращения не указывается, а вот в ссылках, да, совершенно верно, в ссылках указывается дата обращения, и это обязательно, когда мы смотрели этот документ. Ну и несколько образцов на специфических носителях, да, звукозаписи, за материалы, там, видеозапись, видеолекция, ну, несколько образцов, разбирать мы их подробно сейчас не будем, но вот эти примеры я вам сюда тоже привожу, можно, можно их использовать, можно ими пользоваться. и есть один такой уникальный случай, когда составляли библиографическое описание на свидетельство о регистрации электронного ресурса. вот здесь ГОСТа оказалось мало, и пришлось залезть в справочник эфиру, да, и вот брать, брать сведения еще и оттуда, требования к оформлению описаний на свидетельство о регистрации электронного ресурса. Если вдруг кто-то задумает зарегистрировать свой электронный ресурс, курс, материалы, существующие как электронный ресурс, да, и потом нужно будет давать описание на этот источник, ну вот такой пример образец, он здесь тоже присутствует, и вот здесь к сожалению электронного ресурса, где была размещена эта информация, сейчас злокозненный вирус попортил всю картину, добраться невозможно, но скриншот у меня остался, если кому-то понадобится здесь с пояснениями, объяснениями, какие элементы, почему они здесь используются, да, что они обозначают, он у меня есть, поэтому если вдруг встанет вопрос и нужно будет, пожалуйста, обращайтесь, я вам этот материал просто передам. ГОСТ по описанию архивных документов. Лилия Валентиновна, это, во-первых, ГОСТ 2003, ориентируемся на него, и плюс правила российской каталогизации, вторая часть, вот там есть также указания на описание неопубликованных документов, на архивные материалы, поэтому можно попробовать поискать там, да, эта информация есть там. и по ссылкам, по ссылкам, до сих пор мы говорили о библиографическом описании, потому что оформление ссылок, оно во многом похоже, есть, но есть свои отличия, и вот у нас уже возникли вопросы, пошла небольшая дискуссия в самом начале, надо ставить, не надо ставить дату обращения, как указывать режим доступа или URL, и нужна ли запятая после фамилии автора или нет, вот в библиографических описаниях то, что мы говорили до сих пор, да, это все нужно. В ссылках есть свои отличия, те ссылки, которые мы даем в тексте, ну, во-первых, они у нас также могут быть полными или краткими, они могут быть у нас первичными и повторяющимися, повторные ссылки, они у нас могут быть по месту расположения, это внутритекстовые, затекстовые и подстрочные, в студенческих работах чаще всего используются подстрочные ссылки, чаще всего подстрочные, для курсовых, для дипломных проектов, а вот уже для магистрских, недавно у меня магистры тоже обращались с вопросом, смотрели с ними по их оформлению их работ, у них в методических указаниях уже написано затекстовые ссылки, то есть через отсылку и оформляется список затекстовых ссылок. Вот здесь важно понимать, что когда мы говорим о затекстовой ссылке и даем отсылку в тексте в квадратных скобочках, а потом списком у нас идет список ссылок, вот это не список использованных источников, это все вместе и есть затекстовая ссылка, это список затекстовых ссылок. ГОСТ 2008, библиографическая ссылка, да, да, ой, Надежда Александровна, мы рады за вас, меня сегодня тоже первый раз за год выбросила из интернета, подвесила, вот это важно понимать самим и важно понимать студентам. Почему, кстати, в студенческих работах и даются подстрочные ссылки, потому что мы оформляем ссылки подстрочником и у нас есть один список использованных источников, которые мы оформляем по ГОСТу 2003, да, а вот ссылки по ГОСТу 2008. Если же мы в нашей работе дадим не подстрочные ссылки, а требования указывать за текстовую ссылку, то у нас получится не список использованных источников, оформленный по ГОСТу 2008, у нас получится список ссылок за текстовых, да, понимаете, в требованиях к ВКР, к структуре ВКР список источников обязательно должен быть, то есть нам все равно список источников по ГОСТу 2003 нужно будет составлять, да, от структуры ВКР мы отойти не можем, то есть списком за текстовых ссылок заменить список источников нельзя, это разные элементы, это разные, справочный библиографический аппарат разный, поэтому одно на другое, вот, были у нас разговоры на предыдущих вебинарах, да, почему бы список источников не писать по ГОСТу 2008, а вот именно поэтому, что это разные структурные элементы, поэтому вот подстрочные для студенческих работ и используем, чтобы еще здесь со списком не возиться, кстати, ну вот ссылки в тексте нашей работы, они выполняют роль такого краткого указания на полное библиографическое описание работы, а вот оно уже и приводится в списке литературы. По составу элементов ссылка либо полная, либо краткая, краткая в основном предназначена только для поиска документа, ну и при повторе ссылок на один и тот же объект, на один и тот же источник, это может быть первичная ссылка, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном документе, она будет более расширенная, больше содержать сведения, а вот повторные, в которых ранее уже указывались библиографические сведения, она уже может быть повторена в сокращенной форме. И чем отличаются у нас ссылки. Вот здесь приведено два типа ссылок, одна на источник, а вторая на конкретное заимствование из этого источника. То есть мы можем указывать в физических характеристиках общее количество страниц, если мы в тексте самой работы просто упоминаем этот источник. Этому вопросу была посвящена работа Альберта, библиографическая ссылка, и даем ссылку, вот тогда мы указываем общее количество страниц в этом источнике. Но если мы в тексте нашей работы приводим косвенное или прямое цитирование на конкретный фрагмент из этого источника, как сказал в своей работе Альберт и дальше пошла цитата, то мы указываем второй вариант, там где у нас S21, откуда взят был этот фрагмент. В общем, дальше я вам покажу, как можно и сократить эту ссылку. в тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках и нумеруются. Это Татьяна Андреевна для затекстовых ссылок. Для подстрочных мы делаем ссылку-сноску и дальше уже приводим данные внизу в подстрочнике. Ну, вот примерно подстрочные ссылки, первичные и повторные, могут выглядеть вот так. При повторной ссылке на один и тот же документ или группу документов можно приводить и приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа в первичной ссылке уже были представлены. И выбранный прием сокращения библиографических сведений, он, опять же, принцип единообразия, он должен быть один ко всему документу. И, соответственно, один и тот же для всех методических указаний к письменным работам. Предписанный знак, точку, тире, который разделяет области библиографического описания, в повторной библиографической ссылке всегда заменяют точкой. И вообще есть указания на то, что в предыдущем варианте, посмотрите, здесь у нас первый вариант без точки, тире, просто с точками, здесь у нас с точкой, тире. Так вот, в первичной ссылке допускается либо использовать точку, тире, либо допускается опускать, тире, опускать, оставлять только одну точку. Вот это тоже в правилах российской каталогизации указано, и именно как допуск. То есть такого жесткого правила, что в обязательном порядке точка, тире, меняется на точку, это только для повторных ссылок. Существует это правило на уровне допуска, то есть допускается. Это мы уже в методических рекомендациях пишем, что в ссылках заменяете точку, тире, на точку. Можно ли оставить, то есть если это в работе у студента есть, то опять же принцип единообразия, если у него это во всех ссылках, то можем это опустить за ошибками засчитывать, за грубую ошибку, потому что ГОСТу не противоречит, он противоречит нашему нормативному акту. Ну будем ли мы прощать или нет, это уже от нас зависит. Но в принципе он закон не нарушил, но если он в одной ссылке ставит точку, тире, в другой только точку, в 25 опять точка, тире у нас всплывает, то это конечно уже идет как нарушение, либо одно, либо другое. А вот в повторных ссылках, да, в повторных ссылках точка, тире изменяется точкой. В разделе введения в выпускных квалификационных работах, либо в курсовых работах, в части введения очень часто одно из требований, да, это представление аналитического обзора проработанных источников, либо источников по тематике. как это называется, степень научной разработанности темы, да, официально. И вот здесь есть возможность использовать комплексную ссылку, комплексную библиографическую ссылку, вот в этом месте. Потому что мы имеем дело с несколькими объектами ссылок, когда в этом аналитическом обзоре студент пишет, что данный аспект проблемы был рассмотрен в работах следующих авторов и перечисляет авторов. Значит, на их работы, в каких работах нужно дать ссылку. Вот здесь можно использовать комплексную ссылку. Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяемых друг от друга точкой запятой с пробелами до и после точки запятой и несколько объектов таким образом мы можем одной ссылкой дать. В самом тексте у нас идет перечисление авторов, кто рассматривал данный аспект проблемы. Делаем одну сноску и даем комплексную ссылку на работы этих авторов. Либо в алфавитном порядке, либо в хронологическом. Но чаще всего используются два этих вида. Что для нас важнее, смотря какая работа. Чаще всего алфавитный порядок. Каждую из ссылок в составе комплексной оформляем по общим правилам. То есть у нас идет подстрочник сноска, потом идет описание ссылка на первый источник, пробел, точка запятой, пробел, второй источник, третий и так далее. Оформляется по общим правилам. Галина Ивановна, слайд у меня, к сожалению, при перезагрузке не проявился, но я вам этот кусочек на следующий вебинар обязательно покажу. И в нашу группу вот этот пример комплексной ссылки я его вам тоже выложу. Кто у нас в группе, заходите. Скорее всего, сегодня не знаю, успею или нет, но к завтрашнему дню обязательно. И вот эту комплексную ссылку я вам покажу, как это выглядит в работе. Если в комплекс включено несколько подряд ссылок, содержащих записи с идентичными заголовками, работа одних и тех же авторов, то заголовки во второй и последующей ссылках можно заменять словесными эквивалентами его же, ее же, их же, если авторов несколько, если несколько произведений одного и того же автора. Вот это допускается заменять. И да, вот, кстати, по поводу замены точки тире, как знака разделителя области библиографического описания для ссылок, нашла, я вспомнила, я нашла сейчас в гости этот пункт, это пункт 4.9.1 ГОС-2008 оформление ссылок. Сейчас даже прямо процитирую. Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменять точкой. Вот, все, это допущение, это допуск. По подстрочным ссылкам. какие элементы мы сюда переносим в обязательном порядке. Если у нас в списке источников будут как приведен источник в списке источников, у нас есть сведения об ответственности, указан переводчик и указаны данные, то в подстрочной ссылке мы эти данные можем часть опускать. У нас остается заглавие, мы опускаем сведения об ответственности, остается место издания, издательство и год. в чем здесь мы оставили знак точка тире. Если мы принимаем решение, что допускаем замену точки тире на точку, то, соответственно, у нас будет замена без тире. Там будет одна точка, пробел и дальше. Если, причем в ссылках, в отличие от списка источников, если у нас два-три автора, то в списке источников мы указываем первого, остальных указываем вот, как здесь, в сведениях об ответственности. Если у нас авторов четыре и больше, то мы описываем под заглавием, и авторов указываем в сведениях об ответственности. при оформлении ссылок, в подстрочных ссылках, например, мы всех авторов указываем одного, двух, трех, мы указываем в заголовке. Вот они у нас здесь так и идут. Вот еще одно отличие от библиографического описания и оформления ссылки. А вот уже в самом списке источников мы оставим только одного автора первого, а второго вносим уже в область сведений об ответственности. Заголовок обязательно применяется в ссылках на документы одного, двух или трех авторов. Имена авторов указанные в заголовке в сведениях об ответственности не повторяются. То есть сведения об ответственности в самой ссылке мы уже не приводим. Это только для списка источников. Ну и если авторов больше трех под заглавием, вот это тот случай, когда мы опять же либо в ссылке указываем просто заглавие, а вот здесь мы уже сведения об ответственности будем указывать, куда запишем первого автора и покажем, что здесь их больше четырех явно. Или есть опять же допущение, что в ссылке мы это не указываем, мы оставляем только заглавие. Дальше у нас пойдет место издания, издательство, год издания и ссылка на конкретную страницу либо на количество страниц описываем под заголовком, а все необходимые сведения уже в самом списке источника мы раскрываем по правилам. В сведениях об ответственности указываем первого автора и в квадратных скобочках и дыре ставим. Кстати, здесь тоже вопрос возникает, есть ли авторов четыре, то нужно ли указывать всех четырех? Если больше четырех, то понятно. А если их четыре, то как в сведениях об ответственности в списке источников указывать всех авторов или первого и дыре? И тот, и другой вариант допустимы. Опять же, как мы укажем в методических рекомендациях? Чаще указывают первого автора и в квадратных скобочках и дыре. Так как я всегда третий, четвертый автор по алфавиту, то я все время в эти дыре попадаю и, честно говоря, очень хочется вести правило указывать всех четырех авторов в сведениях об ответственности. Ну, ладно, как уж примут, так уж и будет. По аналитической записи, по аналитическому описанию ссылки. при наличии в тексте библиографических сведений о составной части документа, на которую мы даем ссылку, в подстрочной ссылке можно указывать только сведения о самом документе, идентифицирующем документе. ссылки. То же самое касается электронных ресурсов. Если в тексте работы представлена информация, которая позволяет идентифицировать источник, то ссылки можно привести только адрес, только URL. Кстати, вот в ссылках на электронные документы, если в списке источников мы пишем режим доступа, а потом пошла адресная строка, то в ссылке мы заменяем режим доступа на URL и дальше у нас также идет адресная строка. И затем мы в скобочках пишем обязательно дата обращения и дату обращения, когда мы обращались к этому ресурсу. Вот в ссылках это обязательно, дата обращения указывается обязательно. Для чего это делается? Электронные ресурсы больше, чем бумажные подвергнутые тенденции к исчезновению либо перемещениям. Поэтому это еще одна такая проверка на работу нашего курсанта или выпускника, нашего студента. Если он пишет, что дата обращения к источнику только вчера я его посмотрел, конечно, они могут ставить некорректную дату обращения или только неделю назад я с этим источником работал, можно проверить, перейти по гиперссылке. У меня такие случаи были, я говорю, хорошо, давай посмотрим. Открываем источник, а там надпись. Оказывается, год как сайта уже не существует и уже очень давно. Либо информация, что сайт переехал задолго до того, спрашивается, как ты по этой ссылке мог увидеть информацию, как ты ее добыл. по этому дату обращения лучше указывать. По крайней мере, мы будем понимать, существует, не существует источник, иметь возможность проверить того же нашего студента. Что значит, если в тексте есть упоминание автора, авторов и название их работ? вот то самое указание на да, так и пишем, Евгения Юрьевна, в круглых скобочках пишем вот так это обращение 14.03.2018 Ой, прошу прощения, почему-то вместо 18 у меня да, вот так вот ну надо откуда взялся смайлик это ж это ж надо почему-то цифра 8 у меня сработало надеюсь, что сейчас да что ж такое-то он вместо восьмерки рисует смайлик в общем ставится цифра 8 закрывается круглая скобка и ставится точка прошу прощения коллеги это я не знаю что что-то у меня сочетание видимо да видимо да надо было другой год набрать да-да-да совершенно верно в общем концовка будет вот такая 2014 надеюсь что вот теперь прошло теперь прошло но ничего компьютер нас поразвлек под конец встречи да вот он казус оформления дату обращения да вот так и пишем дату обращения и в круглых скобочках и обязательно указываем значит что значит если в тексте в тексте работы есть упоминание автора или авторов название их работ а вот когда в тексте мы пишем я всегда студентам говорю если вы обращаете на это внимание они начали этим пользоваться ой говорит а ссылки стало легче оформлять конечно потому что тогда пойдет вот этот вот второй вариант тот который внизу мы даем ссылку только на само издание на то что у нас идет вот за двумя косыми чертами если мы ссылаемся а чаще всего это происходит со статьями из сборников из периодики они очень очень активно цитируются в работах студентов упрощайте себе жизнь да как указал в своей статье название статьи в кавычках дальше фамилия инициалы автора указали то есть мы вот эту первую часть до двух косых черточек да как в своей как говорила Адорна в своей статье к логике социальных наук и дальше пошла цитата и все и мы можем давать уже ссылку оформляем сноску и сноске мы уже можем не писать еще раз название статьи автора мы пишем просто название источника откуда это было взято в главе третьей монографии такой-то 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 инициалы указал на то что и дальше пошло либо прямое либо косвенное заимствование ставим сносочку и ссылку мы уже можем дать на сам источник уже в сокращенном варианте название год название места издания год издания и страница то есть мы можем сокращать упрощать себе жизнь если в тексте мы это упоминаем если не упоминаем а просто приводим цитату то тогда конечно это полный вариант ссылок и приводим то же самое касается электронных ресурсов если в тексте представлена информация которая позволяет идентифицировать источник то что приводится до описания электронный ресурс названия автор то ссылки можно привести и пишем на каком сайте или портале то тогда мы можем привести только URL но также пишем URL адрес и обязательно дата обращения дата обращения не опускаем и да по нумерации ссылок возникает иногда такой вопрос подстрочные библиографические ссылки какая нумерация принята в студенческих работах принят сквозная нумерация по всему документу ну а дальше уже книги любого писателя ага и дальше по нумерации либо к всему документу чаще всего в студенческих работах именно так но может быть и нумерация в пределах главы раздел части ну когда мы пишем конспект лекции или книги там иногда издательство требует разделять да не сквозную нумерацию а отдельно по главам и библиографию список источников уже размещать по главам рекомендуемую литературу а не общую ко всему изданию ну чаще всего все-таки это сплошная сквозная нумерация для всей студенческой работы по затекстовым ссылкам если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа то в отсылке указывается порядковый номер и страниц где помещен объект ссылки если ссылка приводится ко всему на весь источник то тогда вот первый вариант в тексте дается отсылка в квадратных скобках номер источника и в списке наших ссылок в затекстовых ссылках вот он идет приводится его приводится ссылка на этот источник причем здесь есть одна ошибка если заметите то будете молодцы специально допущенная одна есть это у нас не список источников это у нас список затекстовых ссылок да и запятая после фамилии здесь у нас не нужна сейчас попробую может быть у меня получится взять карандашик да вот здесь вот вот в затекстовой ссылке у нас здесь запятая не не нужна сведения об ответственной касая черта касая черта здесь ее просто просто не к чему было приводить это у нас нет сведений об ответственности у нас есть автор сведения об авторе у нас есть название у нас есть сведения относящиеся заглавие у нас есть сведения относящиеся к заглавию вот это учебное пособие Потом у нас есть место издания, у нас есть год. Но у нас нет сведения об ответственности. И автора мы там не повторяем, потому что он один, и разночтений с разными элементами документа не было. Полозов АА, он везде был полозов АА, что на обложке, что на титульном листе, что на обороте титульного листа, поэтому мы его приводить не стали. Вот в этом случае мы можем опустить. Мы это сделали, мы это опустили. Причем, посмотрите, запятая после фамилии только для библиографических описаний, для списка источников, не для ссылок. Вот это, о чем мы сейчас говорим, вот это вот, 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 вот это, это не то, что включается в список источников, это список ссылок. В самом, смотрите, в подстрочной ссылке мы что делаем? В подстрочной ссылке мы даем отсылку к списку источников, да, а основные сведения мы приводим в самой ссылке. Вот они у нас уже здесь есть. То есть мы только меняем точку тире на точку. Остальное мы записываем сюда, и номер, и название журнала, и все-все-все особенности. И даем отсюда, да, связываем со списком источников. Вот они уже связаны. Мы открываем список источников и находим по алфавиту нужный нам источник и смотрим. Да, и дополнительную информацию находим там. Здесь мы в самом тексте указываем внутри текста в квадратных скобках только номер. Номер по списку, в списке ссылок. И вот в затекстовой ссылке мы находим вот этот номер. Но это список затекстовых ссылок. Это один элемент справочного библиографического аппарата. А по требованиям к оформлению ВКР у нас требуется еще список источников. Вот он, использованная литература. Вот это мы можем назвать библиография. Да, у нас будет называться не список использованных источников, а библиография. Вот тогда, да, и пошел список по ГОС-2008. Но нам нужно добавить еще список источников, как структурный элемент выпускной квалификационной работы. И, значит, его мы тоже уже должны оформить отдельно по ГОС-2003. И вот тогда уже вот так должны быть. Поэтому вот это не список источников. Поэтому здесь у нас не будет запятой. Да, и она оформляется уже без точек тире. Без точек тире и без указания, например, на физическую характеристику элемента. Ставится почему? Почему? Не ставится пробел. Знаете, где в ссылках? И в ссылках в описаниях источников электронных ресурсов. После слов URL или режим доступа. Вот там двоеточие тоже. Особенность не отделяется. Не отделяется пробел. Где используется там же? Вот в тех же подстрочных... Нужно, не нужно. В подстрочных ссылках. Очень часто любим ставить там же, то же и так далее. При последовательном расположении, заменять, сокращать ссылки, вставляем там же и просто приводим название страницы. При последовательном расположении первичной ссылки и повторной, содержащих аналитическо-библиографические записи на разные публикации, но включенные в один и тот же идентифицирующий документ, повторные ссылки вместо совпадающих сведений библиографических о документе, можно приводить слова там же. Ну вот, например, в первом примере... Нужен, 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 нужен Александр Валерьевна. В первом примере у нас две статьи, например, из одного из того же источника. Мы их цитируем подряд, они у нас идут подряд, мы ссылки ставим подряд, поэтому мы вот эту вторую часть до страниц можем опустить и написать там же. Автор у нас другой, название статьи у нас другое, а вот источник тот же, поэтому смотри, там же страница такая-то. То же самое может касаться, если мы говорим не об аналитическом описании, а о ссылке на источник одного, например, автора. На книгу мы ссылаемся, тогда мы можем тоже это правило применять. Но здесь очень осторожно нужно с этим быть. Первичные и повторные ссылки должны располагаться последовательно. Если они разделяются, то здесь можно попасть в просаг. Если они идут не подряд, а между ними есть еще какие-то ссылки, то вот здесь, конечно, это правило работать не будет. В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, если он был создан одним, двумя, тремя и более авторов, и ссылки не следуют за первичной ссылкой, то есть между ними есть еще какие-то ссылки на другие документы, а мы в первичной уже привели все необходимые сведения, то тогда вместо «там же» пишется вот это сокращение «указ Сочи», «указанное сочинение». И мы указываем только автора или первого автора, опять, у нас же ссылка. Указываем автора и страницу и пишем «указанное сочинение». Соответственно, это вторично, вот так вот можно сокращать вторичные ссылки, да, повторные ссылки, если все данные уже в первичной приведены и между первичной и повторными ссылками были еще какие-то ссылки на какие-то документы. И, ох, второй час подходит уже к концу, поэтому несколько, вот такие вот особенности в оформлении подстрочных ссылок, которые чаще всего у нас используются. И несколько моментов, уже немножко отойдя от студенческой работы, но, возможно, для статей это кому-то пригодится. Так, давно мы тему иностранных журналов не затрагивали. В оформлении списков и источников для иностранных журналов, вот несколько таких полезных моментов я вам здесь привожу. Примеров образцов оформления, правила оформления и списка источников для статьи, если мы публикуемся в иностранные журналы, а сейчас учебный год подходит к концу, и, в общем-то, ваковские публикации и публикации в иностранные журналы, да, многие этим озадачиваются. Запятая между фамилиями и инициалами не ставится, название источника указывается курсивом, и ссылки на что приветствуется, если мы готовим публикацию для иностранных журналов, на периодику, на сборнике статей, научные труды и материалы конференции. Вот это то, что в первую очередь обязательно должно быть. Ну и схема описания – это автор, перевод заглавия работы на английский язык, фамилия авторов приводится в транслитерации, название русскоязычного источника опять же пишется курсивом в транслитерации, и дальше идет перевод названия источника на английский язык, которые заключаются с обозначениями на английском языке и указания на язык работы. Все вот элементы, они должны быть вот здесь. И выходные данные с обозначением на иностранном языке и указания на язык работы. Перевод названия источника на английский язык дается, но заключается в квадратной скобке. Вот он вот здесь, и вот видите, здесь кавычки используются. Если мы для наших изданий, для наших ссылок и описаний кавычки опускаем, то для иностранных изданий они используются. Ну и несколько полезных по стилям оформлений, если будете сталкиваться, несколько полезных сайтов с разными стилями оформления для иностранных источников, и если с этим будете сталкиваться при оформлении иностранных источников для своих статей, например, для книг. Вот примеры библиографического описания. В основном у нас 8 основных стилей используются, вот они здесь и есть. И то же самое примеры по этим 8 стилям для библиографического описания статей. Вот они тоже здесь приведены. Более подробно можно смотреть уже непосредственно по самим сайтам. Есть сайты, гарвардский стиль точно есть, APA, MLA. У них есть даже свои такие генераторы ссылок, генераторы описаний, такие самоучители онлайн-самоучители на сайтах этих стилей, на этих издательств, которыми можно пользоваться. Если ссылки будут нужны, вы мне тогда просто в группу напишите, я вам найду. У нас был вебинар, по-моему, в прошлом году мы делали как раз по этим 8 стилям оформления, зарубежным стилям оформления. Поэтому, если кому-то понадобится, вы просто напишите, либо можно поискать в старых вебинарах, либо я вам просто тогда отдельно это пришлю. Ну и маленькое дополнение по оформлению ссылок. Для российских мы пользуемся и для оформления ссылок русскоязычных 2008 ГОСТ. А несколько правил, что еще используется, не используется при оформлении ссылок для иностранных публикаций в иностранных журналах. Ну и успели мы с вами до истечения второго часа добраться и уложиться, хотя боялась, что не успеем. Значит, так, было закрыто, да, все, кто пришел попозже, ну, был у нас аншлаг, поэтому вот как только место освободилось, появилась возможность, возможность появиться, зайти, появиться. Так, коллеги, сейчас я посмотрю, у нас здесь по вопросам в чате было, 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 так, сейчас я посмотрю по вопросам, лучше, лучше посмотреть, если есть вопрос, лучше во вкладочку вопросов, потому что чат у нас очень быстро бежит, я иногда не успеваю даже прочитать, прочитать вопрос, если не по ходу, поэтому иногда приходится отвлекаться. Так, так, как быть, если в методичках преподаватель дает примеры описания с ошибками, нарушают гост Лилия Валентиновна, в оправдании преподавателей могу сказать, в самом госте тоже иногда есть ошибки, если внимательнее читать образцы оформления. С пробелами очень частые вещи, там, тире, либо дефис, вот такие, казуистика, она присутствует в госте. Если в методичках преподаватели дают примеры описания с ошибками, ну, тут либо с преподавателями, ну, самый лучший вариант, решать этот вопрос с преподавателями, ну, все-таки закон ГОСТа, он превалирует над местными законами, да, Конституцию никто не отменял, поэтому если студенты апеллируют к ГОСТу, да, и делают по ГОСТу правильно, то и есть доказательства, что в методичке была допущена ошибка, ну, просто исправить ошибку в методичке, ну, лучше, конечно, не доводить до каких-то разборок ситуацию. Ну, человеческий фактор никто не отменял, ошибки и опечатки, они есть у всех, да, поэтому и библиограф, когда составляют описание, тоже ошибаемся, ну, не без этого, не без этого, поэтому просто стараться устранять эти ошибки, ничего страшного нет. Тире перед страницами, Надежда Геннадьевна, в описании в библиографическом список источников нужно. После года точка тире в ссылках нет, если мы заменяем точку тире на точку, то тогда мы тире, конечно, не ставим. Галина Геннадьевна, да, конечно же, с пробелами, конечно, с пробелами. После запятой, после фамилии автора ставятся пробелы в описании, да, перед инициалами и между инициалами. Обязательно ставится, конечно. Вопрос от Ольги Александровны. Если журналы, полнотекстовые журналы размещаются на разных платформах, нужно ли для разных работ указывать разные платформы, насколько я поняла, да, или можно указать любую платформу? Указывайте ту, которую пользовались. Будет это сайт издательства, архив. Очень часто журналы, кстати, выкладывают свои архивы на своих сайтах, да, публикации, которые можно, кстати, почитать. ЭБС, Е-Лайбрери, особых ограничений нет. Какой воспользуетесь, то и указывайте. То и указывайте. Ну, конечно, если в УЗ подписчик ЭБС и в электронной библиотечной системе, ну, конечно, это приоритетно для курсовых, дипломных работ, уж в первую очередь, конечно. Как правильно оформить ссылку на видео с YouTube, на запись лекции или вебинара? Значит, Татьяна Александровна вопрос отдаёт. Как правильно оформить ссылку на видео с YouTube, например, на запись лекции или вебинара? Значит, коллеги, был у нас такой пример. Опять же, в гости, сами помните, по электронным ресурсам мало чего есть, и такого рода записи нет. На истину в последней инстанции претендовать не могу, но мы делали в своё время такой вебинар по библиографическим описаниям электронных ресурсов. И там как раз разные варианты, разные случаи, в том числе и как указать ссылку на YouTube или как правильно оформить в список источников, указать в качестве источника ролик, запись видео с YouTube, этот пример у меня есть. То есть там и канал нужно указывать, и автора, и много чего. Давайте так, вы или в группу напишите, или мне в личку, и я тогда, а если хотите, я тогда просто в группе этот образец могу выложить на всеобщее обозрение, и как раз как ответ Татьяны Александровны вам, чтобы сейчас не занимать время, я вам просто этот слайд отдельно прикреплю и покажу, что мы там разобрали. Хотя, вы знаете, для научных работ, для выпускных работ, для магистрских, кандидатских точно это не приветствуется в академической среде, для выпускных квалификационных работ не очень, если только это не, например, какой-то уникальный материал, либо на основе этого материала проводится какое-то исследование. Тогда, да, тогда его нужно включать в список источников. Если есть текстовый вариант той же самой лекции, то лучше найти текстовый вариант и уже давать ссылку на него. Не приветствуются записи видеороликов с YouTube, особенно иногда спрашивают, а как дать на сообщения соцсетей? Вот соцсети абсолютно нет, многие даже не принимают статьи с Википедией. Да, и часто это даже в методичках иногда прописывают, что пользоваться, пожалуйста, но как такой источник для дальнейшего поиска информации, как источник на него ссылаться не рекомендуют. Ничего не хочу сказать против или за Википедии, но не принимаются. Социальные сети, сообщения социальных сетей, из интернета, не с любого сайта информация, кстати, может быть указана. Были случаи у меня, нашли текст, шикарный текст, отличные лекции, прекрасного профессора, но на развлекательном портале ОЛОЛО. И когда он дает, студент дает ссылку на электронный ресурс, смотрим в начало, все замечательно, читаю адрес ссылки, и мне становится дурно, потому что какой-то совершенно развлекательный портал с кучей различных баннеров полуприличного содержания. А я, говорит, на них не смотрел, я вот нашел лекцию только там. Пришлось провести розыск в интернете, нашли подходящий портал с научными публикациями, и там был как раз текст этой лекции. Поэтому с YouTube, с роликами, с видео, здесь осторожно, если это допускается. Ну, раз вопрос был, я вам, пожалуй, это тогда пример размещу. Мало ли, в своих публикациях или в конспектах лекции придется указывать. Есть аналитическая Лилия Валентиновна. Допускается дабл-слэш. Смотрите, Лилия Валентиновна Коваленко, да, про дабл-слэш в вопросах два дабл-слэша. Что за источник? Покажите мне сам источник. Покажите мне сам источник, я вам скажу, как это правильно оформить. Такого не должно быть. Вот то, что в примере вы привели, здесь по-другому нужно оформлять. Кстати, есть еще такая вещь. Когда мы не можем найти первоисточник цитирования и цитируем по вторичному источнику. Ну, например, в какой-то книге приведена цитата из какого-то источника, ссылка на автора. Мы этот первоисточник найти не можем в силу каких-то объективных причин. Мы можем в своей работе указать, привести эту цитату, вот ровно так, как она была приведена в тексте самого источника, и в ссылке указать цит по, сокращаем, цитируется по двоеточие, и указать данные, ссылку на тот источник, из которого мы вот это заимствование взяли. То есть, смотрите, Лилия Валентиновна, может быть, здесь можно сделать таким образом. Смотрите, в моем источнике есть какая-то цитата, в моей книге, например, в которой я ссылаюсь на кого-то. И вы вот эту, вернее, привожу заимствование, кого-то цитирую. И у меня есть ссылка, все. Вы берете мою книгу. Вам понравилась эта цитата, которую я привела. Вы ее хотите привести у себя. Но первоисточник, которым я пользовалась, вы не можете добыть. Вы берете, но нести ответственность тоже не хочется. Вы спокойно берете эту цитату из моей книжки, вставляете к себе, даете на нее сноску или ссылку. Подстрочную. Вот в этом случае подстрочная вот эта сноска-ссылка, она может еще роль комментария выполнять. И вот в этой подстрочнике пишете цит по, цитируется по двоеточие, и даете ссылку на мою книгу, что вы нашли вот эту цитату, но не в первоисточнике, а у меня. Так можно делать. Вот это вот то, что можно избежать в дабл-слэш, чтобы вам не путаться. Лилия Валентин, может быть, это вот как раз ответ на ваш вопрос. Ждем вторую часть каталогизации. Ольга Ивановна, да, про ББК. Помню, помню. ВКР Александра Григорьевна спрашивает, должны ли быть список источников и список ссылок. Нет, если мы используем подстрочные ссылки. Тогда у нас ссылки с ссылками, они подстрочники, все нормально, и список источников, ссылки по ГОСТу 2008, список источников, с которым эти ссылки связаны, по ГОСТу 2003. Тогда мы обходимся одним списком источников. А вот если мы делаем за текстовые ссылки, то здесь могут возникнуть проблемы, потому что это не список источников. Тогда... Вот поэтому в ВКРах подстрочники и требуют. Данную информацию хорошо, Татьяна Александровна, разместим. Да, хорошо, хорошо, сделаем, разместим этот слайдик. Так, коллеги, ну, вроде... Как же вторая часть правил каталогизации, Ольга Ивановна, будет? Не переживайте, все будет, все будет хорошо. И вторая часть по ББК у нас тоже состоится. Необходимо указывать название сайта, если приводим электронный источник и как. Да, лучше указывать, с какого сайта мы это взяли. С газовой чертой. Сведения, там, где идут сведения об ответственности, можно указать портал, там, милосердие.ру или официальный портал Московского регионального банка. Да, и дальше уже режим доступа. Лучше, конечно, указывать, так как это дает представление о том, каким источником мы все-таки пользуемся. Для студентов особенно, хотя бы они начинают понимать, на какие сайты ходить не стоит. И откуда брать... Так, не ошибается тот, кто... Да, Надежда Николаевна, ну... Ошибки наши все. На том стоим и исправляем. Вот почему, кстати, по протоколу Z3950 распространение библиографической информации, да, оно дублируется. Ручками в нескольких библиотеках одна и та же информация, потому что обязательно где-то вот этот человеческий фактор всплывает, особенно те же пробелы и прочее. Так, и коллеги, если чей-то вопрос вдруг потерялся, я распечатку чата тогда сегодня попрошу еще. пройдусь по вопросам, и, может быть, Леонид Николаевич. Да, свои стили для описаний про иностранные журналы. Да, вот в основном вот эти восемь стилей, про которые я говорила, и у меня есть вот ссылки на ресурсы, где есть информация об этих стилях, и есть уже непосредственно более подробные нюансы каждого стиля. Все они нам не нужны, чаще всего гарвардские используются, но, может быть, и МЛА, и ПИ, и кто в зарубежных журналах публикуется, тот с этим постоянно сталкивается. Тогда вот эти ссылки будут полезны. Надежда Николаевна, спасибо большое. Вам спасибо большое за отзыв. Ух, ну что, коллеги, мы добрались до конца. Если какие-то вопросы еще будут, ну, какое-то время я здесь отключусь, но побуду, можно в список вопросов. В список вопросов, в обкладку «Вопросы» написать, и можно в нашу группу писать, писать, так, сейчас я добавлю ресурс, писать свои вопросы, мы на них тоже будем отвечать. Сейчас я вам обещанное правило российской каталогизации. Сейчас я их вам сюда попробую разместить. Да, вот. Тот ресурс, который я вам обещала, в PDF-формате «Российские правила каталогизации», вторая часть, описание, нюансы библиографических описаний на специфических источниках. Вот у кого архивные непубликуемые документы, ноты, альбомы, видеозаписи, кстати, кинофильмы и прочее, звукозаписи, вот они есть в этой части. Ей можно пользоваться, поэтому берите, смотрите, если вдруг чего-то не открывается, я тогда в группу, тоже в нашу группу информацию размещу. Ну и если вдруг еще кто-то у нас в группе не участвовал, это ссылка на группу в Facebook, где я обычно после вебинаров полезную информацию размещаю, там какие-то дополнительные ресурсы и ответы на вопросы тоже. Первую часть Ольга Александровна можно, тогда уже в группу кину, иначе мы сейчас совсем переберем время и нас с позором отсюда изгонят. Коллеги, всем большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Ух ты, два часа прошло и 170 человек, это да, здорово. Всем большое спасибо за активное участие, огромное спасибо за ваше неравнодушие к теме библиографии, для меня это, честно говоря, несколько было неожиданно в самом начале, когда я за эту тему взялась, я как-то думала, что это мало кому будет интересно, а вот оно как получается, оказывается, нас много, кого эти вопросы волнуют и интересуют. Да, и действительно, кто-то сейчас у нас из участников сказал, ой, сейчас не увижу, кто библиография, это то, что нас объединяет, вот согласно, всеми руками, за, точно, это то, что нас объединяет, мы можем спорить, соглашаться, не соглашаться, но это действительно то, что нас объединяет. Да, Людмила Андреевна, ЭБС дают разные варианты описаний, согласна, и почему важно для студентов хотя бы основные моменты, знать и ориентироваться на свои требования, методические рекомендации к библиографическим описаниям, к ссылкам, потому что то, что идет на обороте титульного листа, это одно, то, что ВКР, это может отличаться, потому что часть информации, которая для библиографирующих организаций, для книгоиздательских организаций, она важна, для ВКР или студенческого реферата, она будет излишней, зачем их загружать лишней информацией, не думая брать что-то, не вдаваясь в смысл того, что ты переносишь к себе в работу, в работу, поэтому, наверное, да, наверное, приходится все-таки редактировать, но так же, как и библиографы из библиотек мне рассказывают, как приходят книги с уже напечатанными карточками, а мы все равно в библиографические описания вносим свои изменения, конечно, такая вещь есть, ну, может быть, это даже интересно, даже интересно. Итак, коллеги, всем большое спасибо, на этом я свое вещание останавливаю и заключительное слово передаю Павлу Юрьевичу. Ну что, коллеги, наш двойной вебинар закончился, насыщенный был вебинар, то, что вас здесь после двух, почти с половиной часов осталось еще достаточно много, говорит, что тема выбрана правильно и всем было интересно, ну, а мне остается поблагодарить спикера, поблагодарить всех, принявших участие в вебинаре, проститься с вами до завтрашнего дня, когда мы продолжим нашу вебинарную неделю. Приходите к нам в Директ-Академию на наши вебинары, будет интересно, а мы будем продолжать вебинарную вебинарную вебинарную